МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите прямо сейчас. Воскресные уроки. Как культура этносов помогает общему образованию. Конституция Республики Казахстан гарантирует гражданам право на родной язык и культуру. На древней казахской земле под общим шанраком проживают более 130 этносов. Почти в каждом регионе в областных центрах, городах действуют этнокультурные объединения. При них созданы воскресные школы. На занятиях учащиеся изучают письмо, литературу, узнают традиции своего этноса. О том, как проходят воскресные уроки и почему в этнических школах можно встретить представителей совершенно разных национальностей в программе Республика. Это обычный день Лусине. Девочка занимается музыкой уже много лет. Учится в школе искусств. Игра на фортепиано – ее домашнее задание. Среднее образование Лусине получает в казахском классе. Для нее язык абая родной. Но вместе с ним девочка изучает армянский язык и культуру. Лусине Макунц – дочь казахского и армянского народов. И обе культуры ей одинаково близки. Своим призванием Лусине выбрала музыку. Ведь язык музыки понимают во всем мире. Девочка участвует в республиканских и международных музыкальных конкурсах. Юные дарования уже успели заметить ценители фортепианной музыки в Армении и в Средиземном море. И в этом году международный конкурс в Италии. Она первое место заняла. В прошлом году республиканский конкурс Анча Алема. Она первое место заняла армянскую, казахскую песню спела. Основное образование Лусине получает на казахском языке. На этом настоял ее папа – армянин по национальности. Он сказал, вот садик даем, мы в Казахстане живем, казахстарственный, родной язык должна знать, дочь, казахский язык. Вот у нее первоначально садика начиная и в школе сейчас продолжает на казахском учиться. Отлично учится, даже могу гордиться, что она очень, я с плюсом, знает казахский язык. Лусине всего 10 лет. Она с детства совмещает учебу и творческое развитие. Ее сверстники могут весело проводить уикенд, а наша героиня каждое воскресенье отправляется на занятия в армянскую воскресную школу. Пять дней в неделю Лусине говорит на казахском, а выходные дни совершенствует армянскую речь. На это каждое слово, где вопросительное слово, там ставится это знак. Изучать армянский язык помогают в воскресной школе в этнокультурном объединении ВАН. Сейчас здесь порядка 30 учащихся, а за все время существования, это более 10 лет, школу окончили несколько десятков людей. Среди учащихся есть и казахи, и русские, но большая часть это этнические армяне, которые хотят знать родной язык. Почти во всех случаях детей сюда приводят родители. Многие из них считают, что знание нескольких языков никогда не помешает. Главная цель – научить детей из армянских и смешанных семей родному языку, истории, культуре и традициям своего народа. Учат песням и народным танцам. Во многом это происходит через выявление общих и похожих деталей в казахском, русском и армянском языках. Наверное, немногие знают, что в Казахстане действует воскресная школа. Наш многоуважаемый президент и казахский народ такие добродушные, что в Астане созданы 12 таких школ, в которых изучают свой родной язык, дают возможность на государственной основе работать вот эти воскресные школы. И дети изучают армянский язык, литературу, историю, хореографию, пение. Язык и культуру в воскресной школе учащиеся постигают с помощью песен и танцев. Так знания даются легче. Эту методику воспитания взяли на вооружение в Чечено-Ингушском этнокультурном объединении «Войнах». Это урок танца. Его посещают детки, начиная с 4 лет. Малыши обучаются наравне с подростками, и старшие помогают младшим. Физические нагрузки нормированы. За этим следит опытный, но требовательный преподаватель танца. Занятия развивают у детей выносливость, координацию и чувство локтя. Но для этого надо чувствовать ритм, соблюдать интервалы движения. Так проходит подготовка в танцевальной группе «Войнах». Возможно, в будущем эти девочки и мальчики будут блистать на большой сцене. Но пока они получают только основы, которые дают воскресные уроки. Наша школа начала функционировать в 2009 году. У нас обучается около ста детей. Мы обучаем детей мужскому языку, литературе, истории, традициям. Еще у нас работает преподаватель чеченского языка, который обучает чеченскому языку, литературе, истории, рассказывает о традициях. Занятия идут по два часа. Совсем маленькие ученики приходят в сопровождении родителей. Татьяна Михайловна приводит внучку Софию. Девочке скоро будет пять лет. Ее родители решили, что воскресные уроки будут полезны для развития ребенка. Так София стала заниматься танцами, а ее бабушка узнала особенности грамматики письма чеченского народа. Да, я узнала, что у них в алфавите 49 букв. Для меня это было, конечно, интересно. Узнала, что есть такие интересные буквы. К очень много, там по два, по три звука, П, Г и так далее. И то, что в танце, оказывается, они когда танцуют, мы-то резгинку представляем чуть-чуть по-другому. Это такой зажигательный танец. Оказывается, это все танцуют узоры традиционные, традиционные какие-то там показывают, именно, ну, передают свои чувства в этом танце. Ну, чуть-чуть другой мотив танца и его хореография. Оказывается, это все слова, которые передаются в танце. Здесь нет жесткого школьного порядка. В воскресной школе живая творческая атмосфера, шумные перемены. Но уроках здесь рады всем, независимо от возраста, образования и национальности. Для учащихся это больше, чем просто языковые курсы. На уроках молодежь приобщается к богатой этнической культуре, получает нравственное и духовное воспитание. Как-то решаем еще и государственные цели, например, единственные цели. Согласие учат казахстанскому патриотизму. К слову, в одной Астане при этнокультурных объединениях действует 12 воскресных школ. И если большинство из них начинались как языковые курсы, то сейчас это полноценные центры образования, у которых есть своя методология преподавания и учебная база. Программы обучения проходят оценку и утверждение городскими управлениями образования. Воскресные школы выдают сертификаты о прохождении обучения и даже могут рекомендовать поступление учащегося в иностранный вуз. Сегодня воскресные школы могут стать основой для развития экономики. Иностранные компании создают совместные предприятия в Казахстане. И часто там нужны местные сотрудники, владеющие языком бизнес-партнера. В этом плане воскресные уроки открывают возможности получить знания, необходимые для квалификации. Стоит отметить, что большинство воскресных школ обучает на бесплатной основе. Воскресная школа воплотила в жизнь желание корейцев, живущих в Казахстане, изучать родной язык и познавать национальную культуру. При этнокультурном объединении корейцев Астаны действует воскресная школа по изучению корейского языка. Учащиеся здесь в основном молодежь, среди которой есть и казахи, и русские. Большинство из них мотивированы успешным экономическим сотрудничеством Казахстана и Южной Кореи. И поэтому изучение корейского языка для основной массы учащихся – это инвестиции в свой личный рост и конкурентоспособность. Я пришла в этот центр в 2012 году для изучения корейского языка. Сейчас моя цель – закончить здесь университет и поступить в магистратуру в Южной Корее, чтобы там продолжить свое обучение. Как видно, в аудитории можно встретить людей с четким деловым подходом. Такие ученики целенаправленно работают над собой, чтобы быть в категории преуспевающих. И здорово, что воскресные уроки дают такую возможность желающим, причем совершенно бесплатно. Это очень много зависит от самого ученика, потому что самые первые ученики, которые горели желанием от начала до конца, воспринимали все, они за четыре года достаточно усвоили, что могли действительно в ВУЗ поступить, не знаю, но приехав подготовительный курс и так далее, могли уже понимать и говорить на корейском. Почти все выпускники воскресных школ могут поддержать беседу на казахском, русском и своем родном языке. Изучать ребенок казахский лучше, чем армянский, потому что среда такая, что им легче изучить казахский язык. Наши дети знают и казахский, и армянский, и русский, ну и помимо английский, и другие языки изучаются. Сегодня воскресные школы стали мостами между культурами не только в Казахстане, но и за его пределами. Бесплатное обучение, интересное общение, возможность рассказать о своей родине на другом языке – это то немногое, что могут дать воскресные уроки тем, кто чтит наследие предков, уважает культуру добрососедства и вносит свой вклад в дело мира и согласия народа Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok